Добро пожаловать на мой канал. Прямо из Феодосии я поехала в самый молодой город Крыма, город Щелкино. Хочу вам показать новую набережную, да и в целом меня тут давно не было. Посмотрим, как поменялся этот небольшой городок. У меня будет всего лишь пару часов, чтобы снять видео из Щелкино, так как автобусы ходят не так часто в зимнее время. Надо все успеть за короткое время. От автовокзала я иду к пляжам. Справа работают какие-то кафе, магазинчики. Здесь ведутся какие-то глобальные работы, все перерыли. Не знаю, что здесь делают. Кто из Щелкино, напишите в комментариях, что у вас тут происходит. Узнала у местного жителя, прокладывают новые трубы. Перед аллеей к пляжу сделали сквер, раньше его не было. Вместо скамеек вот такие вот стульчики, я их так называю. Дорожка. Вот такая территория. Тут есть карта. Я сейчас нахожусь вот здесь. И мне надо будет пройти вот по этой аллее и выйти на набережную. По всей видимости, этот сквер сделали недавно, так как два года назад его еще тут не было. От автовокзала до набережной идти буквально 10 минут пешочком. Здесь выложили тоже плитку, кажется, ее тут не было. По обе стороны находятся киоски, магазины, кафе. Но они работают только в сезон. Сейчас, как видите, все закрыто. Очень хочется посмотреть на новую набережную. Ее тоже сделали, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь. Еще заметила, когда приехала на автобусе, на автовокзал, вот это колесо обозрения. Но я пообщалась с местными, оно не работает. И не работало. Летом, конечно, здесь более оживлено, чем сейчас, не в сезон. Ну вот и все, я уже на набережной. Я, так же, как и многие из вас, буду гулять по ней в первый раз. По старой я гуляла, а вот по новой еще нет. Слушайте, но она более оживленная, чем аллея. Люди гуляют. Сначала прогуляюсь в левую сторону. Я вижу, что набережная сделана не до конца. По всей видимости, потом ее продолжат в ту сторону. Сегодня погодка шикарная. В самый раз для прогулки возле моря. Впервые в Щелкино я побывала в феврале 2021 года, когда пронеслась новость о сносе атомной электростанции, которая строилась еще в советские времена. В 1989 году, когда объект был готов на 80%, стройку полностью заморозили. После того, как атомную станцию закрыли как проект, некоторые люди уехали из города, кто-то остался. И город Щелкино постепенно начали развивать как город-курорт. Обратите внимание, насколько здесь протяженная береговая линия. Вся она состоит из песка и мелкой ракушки. Этот небольшой, но достаточно молодой город-курорт я посещала как летом, так и зимой. Летом, вы знаете, никогда здесь не бывает сильно много народу. То есть всегда вы найдете место на пляже, место под солнцем. В этой части прогулочной зоны установили вот такие вагончики, домики. О них мне говорила сегодня местная жительница. Находится прямо возле моря. Знаете, что мне это напомнило? Автокемпинг в Оленевке. Только здесь вот только домики. И не в таком большом количестве. Ну а в той части, хотела сказать, поселка нет, это все-таки город. Находится Казантипский заповедник. Я там, кстати, еще ни разу не была. Если вы отдыхали в этом городе, обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам отдых в здешних краях. До самого конца я доходить уже не буду. Пойду в противоположную сторону. Все-таки хочу поснимать набережную. Ради нее я сюда и ехала. Теперь давайте прогуляемся с вами. Вот по новой такой прогулочной зоне. Здесь установили скамейки, урны. Вообще вся вот эта прогулочная зона выложена теперь новой плиточкой. Здесь никогда такого не было. Деревья высадили. Шланги с водой пустили. Это хорошо, если все поливается. Вот так вот люди сидят на скамейках-качелях и кайфуют. В этом месте можно увидеть, что почем. В летнее время, по всей видимости, работает. Вот такие цены. Стоит отметить, что Щелкино это бюджетный курорт. Здесь, конечно, цены не такие высокие, как на южном берегу Крыма. И жилье дешевле, и еда тоже дешевле. Смотрите вот на эти одуванчики красивые. Интересное решение. Щелкино, конечно, давно не хватало вот такой благоустроенной прогулочной зоны. Хотелось, чтобы здесь люди получали удовольствие не только от отдыха на самом пляже, но и от прогулок возле моря. В этом месте тоже появилась своя зона отдыха. Смотрите, да, как обыграли дорожки. Просто выложили их галечкой. Что тоже неплохо. Изначально я на набережную шла по аллее, которая расположена параллельно. На обратном пути по этой тоже с вами прогуляемся. Сегодня как раз такая хорошая погода. Все хорошо можно рассмотреть. Гамаки в этом месте сделали. Можно полежать. А в этом месте, как я понимаю, сделали сухой фонтан. Работает он только летом. Садитесь на скамейку и любуйтесь морем. Можно прогуливаться рядом с ним или идти гулять вот по этой прогулочной зоне. Хотя мне кажется, что она была сделана для велосипедистов. Не для пешеходов. Самое интересное, работает ли здесь туалет. Что-то мне подсказывает, что нет. Закрыто. Здесь, по идее, видимо, должна быть касса. Нет, не работает. И еще одна зона отдыха. Здесь тоже имеется стоянка для велосипедов. Слушайте, ну здесь очень много места. Столы, скамейки, лежаки. Для большого количества отдыхающих. Так, очень даже неплохо. Мне все нравится. Даже видно море. Чтобы вы понимали, на этом месте раньше вообще ничего не было. Был просто пустырь. Вот это место пригодилось для такой зоны отдыха. Возможно, рядом сделают кафе. Из этого места сделают фудкорт. Вот так вот садитесь на скамеечку и наслаждаетесь морем. Ну, собственно, и все. Дальше идет опять такая грунтовая дорога вдоль пляжей. Можно дойти до беседки Терешковой. Большое преимущество курорта, это, конечно же, пляжи. Вот я сейчас иду в западную сторону города. Все хочу сказать поселка, но нет, это город. Я, конечно, далеко уходить не буду. Хочу дойти до беседки. А если пройти еще дальше, вы увидите множество диких бухт. Это очень красиво. Бывает так, что в одной бухте будете только вы и никого больше. Рано утром сегодня я жаловалась на непогоду. Ну, солнце было, но было холодно. В своем телеграмме, кстати, выставляла сториз. А сейчас такая красота, хочется раздеться. Снять пальто. Даже можно гулять по пляжу футболки, очень жарко. Погода спокойная, ветра нет. На море тишь да гладь. Ну, еще холодное, понятное дело. Градусов плюс 12, не больше. Щелки на пляже есть как благоустроенные от отелей. Вот сейчас я прохожу мимо одного отеля прямо на берегу моря. А бывают, попадаются и совсем пустынные. Там, где нет ни шезлонгов, ничего. Приходите с полотенцем и отдыхаете. Кому какой отдых больше по вкусу. Если говорить о плюсах и минусах Щелкина, я отмечу следующее. Конечно, плюсом является вот эта вся песчаная береговая линия. Причем здесь, в центре поселка, она без камней. То есть вход в воду, пологий, везде песочек. Ну, а для тех, кто любит дикий отдых, есть и дикие места. Здесь будет лучше отдыхать, чем в той же Феодосии в Береговом, где в воде очень много камней. Здесь все-таки песочек. Хороший заход в воду. В этом месте находятся такие небольшие виллы. Одна-двухэтажные. Прямо рядом с морем. Видите, и тут развита, конечно, вся инфраструктура. И навесы, и лежаки летом стоят. Спасательный пост, переодевалки. Вот такое здесь имеется заброшенное судно. Все, я наконец-то дошла до беседки Терешковой, так называемой. Шла сюда по пляжу минут 20. По дороге было бы проще, потому что идти по песку не очень удобно. Да, беседку нужно покрасить. Обязательно. Ну а вот в этом месте уже начинается более такой каменистый, скалистый берег. То есть таких песчаных пляжей там вы уже не увидите. Будут бухточки песчаные, это да. Надо выбирать их там большое количество. И, к слову сказать, в этих местах тоже есть хорошие отели. У них там свои оборудованные пляжи. Как смогли, вот в таком месте, так и сделали. Ребята, это розовые фламинго. Их как-то уже видели в этих краях. Вот мужчина ко мне подошел, он подумал, что у меня в руках бинокль. Но у меня камера. Настолько, к сожалению, сильно не приближает. Еще из плюсов отдыха в Щелкино могу выделить, конечно, бюджетные цены. На жилье, на еду здесь цены будут пониже, чем на южном берегу Крыма. Это плюс. Я думаю, что плюс совсем понятный. Ну и для кого-то недостатком может служить то, что здесь все-таки Азовское море. Но это дело вкуса. Кому-то нравится, наоборот, неглубокое море. А кто-то предпочитает отдыхать на Черном море. Но имейте в виду, что летом на Азовском море вы увидите много медуз. В особенности в августе месяце. Это для них прямо самый сезон. Если говорить о минусах данного курорта, то мне бы хотелось увидеть здесь больше благоустройства. Хотя начало уже положено. Часть набережной сделали. Совсем уже трава зеленая. Параллельно пляжу проходит дорога. Но ее на пляже не слышно. Люди живут вот в этих пятиэтажках прямо возле моря. Тут буквально сколько метров 200 до воды, до пляжа. Еще плюсом является то, что восточное побережье находится неподалеку от Крымского моста. То есть сюда добираться будет гораздо быстрее, чем на тот же южный берег Крыма. Прогуляемся с вами еще по новенькой аллее. Здесь сделали деревянную площадку, сделанную из дерева. Здесь находится туалет, но скорее всего он не работает. И вот такие вот интересные качели. Впервые такие вижу. Какой толстый канат. Прикольно. И параллельную дорогу тоже заасфальтировали. Получается здорово. Конструкция для лазанья. Параллельно проходит велосипедная дорожка, а здесь пешеходная. И здесь же имеется спортивная площадка. Вот ребята сейчас здесь в теннис играли, в настольный. Здесь какая-то очень большая территория была сделана. Огромная просто, посмотрите. Здесь аллея. Там тоже. Так, а что интересно здесь будет? Здесь будет магазин продовольственных товаров. Проще говоря, супермаркет. Ну, Щелкино потихонечку развивается. Там даже скамейки-лежаки есть. Невозможно объять необъятное. Столько всего сделали на улице. Не знаю, кому что здесь не нравится. Я считаю, что было и стало. Это колоссальная разница. Покажу вам немного здесь это место. Видите, лежаки. Дерево, скорее всего, будет свистеть скоро. Вот такая вот красота в Щелкино сегодня. Ну, что ж, на осмотрах Щелкино у меня было всего лишь несколько часов. Показала вам, что успела. Ставьте этому видео лайк. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал. И мы с вами, как всегда, скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.